Приветствую вас. В основе панических атак лежит, как правило, нервное напряжение, связанное с личностным конфликтом, с личностным противоречием, вот, которое так или иначе представлено в вашем сознании и которое мешает вам свободно взаимодействовать с другими людьми и с собой в том числе. Зачастую панические атаки, представленные в виде страхов, могут иметь в своей основе некие желания, некие потребности, которые вы себе запрещаете, которые вы себе в той или иной степени подавляете. Вот, поэтому в контексте такого подхода нужно рассматривать, скорее, вашу предысторию, для того, чтобы понять, как образовались панические атаки. И, соответственно, они вам для чего-то нужны, они вас от чего-то защищают. В чем-то вы видите для себя угрозы. Понятно, что здесь я не веду речи о физиологических показателях, о физиологическом аспекте, потому что это все-таки не область именно психотерапии, да, это больше область именно медиков, медицинских сотрудников, таких как психиатров, клинических психологов, вот, ну и людей именно с медицинским образованием. Вот, здесь вам, вероятно, да, как сказал Игорь Летучий, коллега, здесь вам имеет смысл обратиться именно к врачу, но психотерапия вам в любом случае нужна. Что касается тревожности, то здесь ситуация следующая. Тревожность связана с изменением вокруг вас, окружающей среды, в той или иной степени, вот, и связана с игнорированием с вашей стороны этих самых изменений. То есть, грубо говоря, некие изменения произошли в вашей жизни, вот, вы их проигнорировали, по сути. То есть, вот, некие изменения, которые произошли в вашей жизни, они в вашей жизни были просто проигнорированы. И из-за того, что эти изменения были в вашей жизни проигнорированы, вы испытываете привольность, потому что ситуация, она требует, ну, требует размещательства, а вы, по факту, не делаете ничего для того, чтобы, ну, чтобы отреагировать на те изменения, которые произошли именно в вашей жизни, вот. Ну и, соответственно, нужно смотреть, опять же, нужно смотреть, какие изменения произошли, нужно смотреть, что произошло в вашей жизни, что изменилось. И я полагаю, что тогда появится возможность вам помочь, появится возможность для вас, появится возможность раскрыть те противоречия, вот именно, те противоречия, которые имеют, имеют место быть у вас. И, соответственно, тогда уже можно будет говорить о помощи вам, о психотерапии для вас. Вот. А пока что ситуация выглядит вот так вот. То есть необходимо разобраться вам в себе, необходимо проанализировать отношения, которые вы выстраиваете с людьми, в том числе и с твоей девушкой. Вот. Я думаю, что относительно легко вами будет найдена причина, которая вызывает раздражение, которая вызывает тревожность, которая вызывает вот это вот чувство внутреннего напряжения, которая сейчас у вас имеет место быть. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ. Буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. На этом всё. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.